Всем привет дорогие друзья, недавно вышло одно интересное видео про Дон Дона, его гарем, сыновей и так далее, и информация из того ролика вызывает очень много вопросов и как минимум нереально интересная. Конечно, там большая часть ролика посвящена именно самому Эрон Дон Дону, но и про Адама там немного вспомнили, а ведь Адам является самым популярным персонажем на этом канале, видосы про него набирает по миллиону просмотров, и люди с нетерпением ждут новой медальки на этом знаменитом пиджаке, который давно уже стал визитной карточкой нашего сегодняшнего героя. Издание проект опубликовало ролик, который по сути является неким документальным фильмом про Кадырова и содержит немало информации о самом Дон Доне, его приход к власти, отмывание денег, гарем, дети и многое другое. О самом гареме Кадырова ходило очень много слухов, и самым главным из них является слух о том, что Дон Дон любитель несовершеннолетних и набрал немало таких себе в жены. Также есть инфа, что матерью Адама как раз таки и является одна из таких несовершеннолетних. Вернее говоря, Кадыров сделал Адама, когда ей было лет 14-15. Замира Джабраилова стала победительницей того самого конкурса красоты, организованного специально для женщин Рамзана Кадырова. В дни конкурса ей было 14 лет. Это действительно в какой-то мере объясняет жестокость нашего сегодняшнего героя, ведь с самого рождения его родной матери было запрещено принимать участие в его воспитании. И создавался некий такой образ Кадырова, как любящего мужа, у которого только одна жена. Хотя в исламе многоженство не запрещено, и разрешено брать в жены до четырех жен. Но у Кадырова их, судя по этой информации, аж 12. И есть несовершеннолетние. А на камеру он показывает, что только одна. Конечно, лицемерие это то, что присущее Дон Дону. Тут также весьма давно ходит информация о том, что герой нашего видео специализируется больше по мальчикам, нежели по девочкам. В 2022 году в Чечне при странных обстоятельствах ушли из жизни двое приближенных Адама Кадырова. В ноябре 2022 года спортсмен Идилов исчезает из вида. Чеченские СМИ скупо написали, что вице-премьер подал в отставку по собственному желанию. Это его телохранитель Мурат Агмерзоев, известный под позывным «Барс». Он относительно знаменитый человек в республике. Носил неофициальный титул самого быстрого стрелка в Чечне. Несколько человек, с которыми мы говорили, подозревают, что и Агмерзоева, и Идилова Кадыров за что-то покарал. Дело в том, что в конце 2022 года в чеченском интернете стали распространяться слухи, порочащие семью Кадыровых. Одни утверждали, что Идилов и Агмерзоев якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. Другие обсуждали историю о том, что охранники и сын Кадырова якобы оказались гомосексуалами. Этичную сторону этого вопроса мы затрагивать не будем, так как у Ютуба очень суровые правила на этот счет. Да и в этой ситуации важно немного другое, а именно то, какой медийный образ Кадыров хочет построить вокруг себя и своей семьи. А строит он этот образ вокруг такого вот правоверного мусульманина, который не нарушает никаких традиций, что, конечно же, полное вранье. И в своих роликах я уже неоднократно это показывал. У Кадырова есть правила, я мусульманин, я могу дома сказать, у тебя дома сказать, что вы, и диктовать свои правила. И я вот путаю все, люди путают. Я говорю, даже офисная бывает одежда, форма одежды бывает офисная. Я говорю, на работе, если женщины будут ходить полуголыми, то мужчинам, знаешь, не получится там работать. Не смогут. Не смогут. Я вот на вас буду смотреть и днем и ночью буду думать, как бы ее там, знаешь, салам алейкум. И, собственно, и по этому видео мы можем видеть, что Кадыров к исламу имеет весьма посредственное отношение. И использует его как некий элемент пиара, чтобы вот показывать себя таким вот крутым на публике. И чтобы люди восхищались им. И, само собой, в исламе к гомосексуализму отношение крайне негативное. И Дон-Дон не может позволить себе, чтобы такая информация всплыла на поверхности. Поэтому он убрал двух людей, которые были близки к самому Адаму. И по информации от различных СМИ, как раз таки и являлись активными участниками гачи движух вместе. И тут все складывается в один пазл. Дон-Дон специально для того, чтобы отвести внимание от Адама и его тайного увлечения, начал засыпать его медальками. Таким образом он рассчитывал перебить медийный эффект от всех этих новостей. Но вышло не очень хорошо. И Адам стал настоящим посмешищем. И его хейтят все, кому не лень. И вообще теперь он ассоциируется с этим вот здоровенным пиджаком с дутыми наградами. И тут также еще одна новость есть. Которая очень хорошо вписывается в этот вот рассказ в документальном фильме. Недавно Адама Дон-Дон женил. Тоже все это сделано с целью отвести внимание от его тайного увлечения. И оно примерно все совпало. И выход фильма, и женитьба Адама. И на самом деле, учитывая все вышесказанное, судьба Адама весьма незавидная. Рос и воспитывался не своей матерью. Имеет гомосексуальные наклонности в мире, где это буквально смертельно наказуемо. Да еще и с самого детства из него делают клоуна на потеху публики, которая с него угорает. Но Дон-Дон думает, что все эти медальки сделают его счастливым. Нет, нет и еще раз нет. Малой хоть и вырос злобным и жестоким, но в душе, скорее всего, очень несчастный и ненавидит всю свою родню. И родную мать, и отца, и всех этих братьев, которые тоже вынуждены играть по батиному сценарию. И делать вид, что все нормально и так и должно быть. Интересно увидеть, когда этот весь спектакль рухнет. Как будет действовать Адам и другие личинки Дон-Дона. Они, наверное, за власть друг друга поубивают, как в свое время сделал их батя, убрав своего отца. А теперь каждую улицу называют его именем. Короче говоря, лицемерие и балабольство везде в семейке Кадыровых. Абсолютно все дутое и фальшивое. Не забывайте поддерживать это видео лайками и писать в комментариях свои мысли на этот счет. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok